Добрый день, наши дорогие зрители! Сегодня у нас очередной выпуск диалогов о ритейле. Сегодня у нас мы в гостях у очень интересного человека, Ксения Арясова, президент компании FinFair. У нас на сайте очень много материалов именно о магазинах этой компании. Они всегда вызывают очень большой интерес читателей. Сегодня Ксения пригласила нас в свой очень красивый и очень интересный необычный офис. И мы поговорим о фэшн-ритейле, о том, как сегодня развивается эта отрасль ритейла. Ксения, расскажите, пожалуйста, сейчас закончилось лето. Каковы ваши ощущения от летних распродаж? Вы можете их сравнить с распродажами прошлого года? Какие есть изменения, может быть, в покупательском поведении? Лето было достаточно неудачным у всех. Для ритейлеров? Для ритейлеров, да. Во-первых, были какие-то нездоровые ожидания политические. И это отразилось на продажах. Но сейчас вот конец августа, сентябрь очень хорошо начались. То есть, погода хорошая. То есть, ожидания отпустили. Да, ожидания вроде успокоились, и поэтому сейчас вроде все нормально. То есть, в сравнении с прошлым годом продажи? Ну, они изменили. Как бы, мы сделали только хорошее, они должны были увеличиться, они не увеличились. Не упали, но они увеличились, а должны были. Ну да, вот вы знаете, ваши коллеги из других отраслей ритейла по разговорам со мной, но они, в принципе, говорят примерно то же самое. Да. Как вы считаете, вообще, как вы оцениваете эффективность ваших торговых точек именно в фэшн-ритейле? Ну, мы в этом году, как раз если мы в девятом году, в десятом году, в одиннадцатом году, мы открывали магазины гораздо больше, чем мы планировали. Потому что была такая возможность, то есть, в момент, в кризис восьмого года умер медленный бизнес, да, слово бизнес, и появились хорошие торговые площадки, мы этим воспользовались. То есть, прямо начиная с девятого года, по тридцать восемь, по сорок магазинов, по тридцать пять магазинов. Каждый год мы открыли собственную розницу, и франчайзинг также активно открывался. В этом году мы, наоборот, в этом году несколько магазинов закрыли. Мы закрыли даже не то, чтобы они были убыточные, они были с низкой оборачиваемостью. А это по факту ты работаешь на сток следующего года. Это неинтересно. Сейчас, то есть, чистим сетку в этом году. И сейчас негде открываться. То есть, торговые центры, которые были, должны были сдаваться сейчас, они должны были закладываться в 2008 году. В 2008 году, естественно, никто ничего не закладывает. Буквально один, там, Таширгрупп что-то строит, но ставки совершенно заоблачные по аренде, неадекватные. И поэтому в этом году сейчас мало возможностей для развития, на мой взгляд. В следующем году, боюсь, будет еще хуже, если не случится новая волна. То есть, вот такой кризис. Если оно случится, то опять слоу-бизнес умрет, опять появятся возможности для развития у сильных компаний. Ксения, так интересно ответила. Затронула сразу несколько очень интересных тем, о которых я хотела поговорить. И об аренде, о франчайзинге, и о кризисе, и о перспективах. Расскажите сначала об аренде. Как, вот, вы вкратце сказали, что сложно, да? Как решается этот вопрос в столице и в регионе для вас? Как вы находите? Ну, мы, во-первых, у нас очень хорошее отношение практически со всеми девелоперами. Нас знают, нас ценят, мы же даем федеральную рекламу на телевидении. Мы очень много денег тратим на рекламу, и мы привлекаем, мы сами привлекаем покупателей в торговый центр. Мы являемся для торгового центра якорем, да? И нам, конечно, стараются пойти навстречу, найти площадку, дать какую-то хорошую аренду на ставку. Но просто шутка и нехватка торговых площадей. Она, конечно, очень сильно сказывается. Где конкретно? В Москве и в регионах? Везде. В регионах вообще ничего не строится. В Москве-то, по крайней мере, хоть как-то худо-бедно. Что-то было построено, что-то там достраивалось. А в регионах просто замороженные иногда ездишь. Там стоят как сваи стояли, убитые. Так они и стоят уже несколько лет. К чему это может привести? К росту арендных ставок, сокращение рынка? Да, и арендные ставки, естественно, они становятся неподъемными для ритейлеров. Покупательская способность-то ведь не растет. Зархваты не растут. Население убывает. Поэтому невозможно поднять все продажи с квадратным методом. Население убывает за покупкой одежды за границу. Нет, убывает просто население. У нас, вы знаете, было 142 миллиона. Мы уже потеряли 2 миллиона покупателей. А Америка растет на 10% в год по населению. Вот наш любимый колумбист Дмитрий Потапенко, он очень любит всегда этот аргумент приводить в своих каосных картах. Это очень важный аргумент. Именно как фактор, который очень сильно влияет на ритейлер. Привлекательность рынка, да. То есть привлекательность рынка, я даже удивляюсь, что еще кто-то там к нам стремится выйти, потому что рынок не растущий. Ну вот, кстати, все-таки западные ритейлеры, они с любопытством смотрят на наш рынок и продолжают заходить. Вот, допустим, Доббингемс, известный английский универмаг, в том числе и одежда, вот он недавно сделал вторую попытку выйти на российский рынок. Как вы считаете, что его тут ждет? Я думаю, что, наверное, оттуда вытесняют. А наши, наоборот, стараются выйти на английский рынок. Там Новиков открыл шикарный ресторан. Чичваркин открыл шикарный магазин. Да, и все остальные там дальше, Гинза Проджект. Поэтому, я не знаю, может быть, им там просто настолько тесно, что они решили к нам прийти. Но у нас тоже тут не очень хорошо с точки зрения ритейла. Да, да. Однако, буквально вчера у нас появились новости, что Россия двигается все-таки рынком номер пять. Керн и агентства, мы вылетели с первой двадцатки даже. Буквально несколько, пару месяцев назад было это исследование опубликовано. Я не знаю, откуда у вас такие сведения, что мы в первой пятерке. Нет, мы уже давно не в первой пятерке. Вот разные информационные агентства считают нас по-разному. Ну, наверное, но я доверяю исследованиям агентства Керна. И если бы всегда мы были в десятке, всегда даже в пятерке, то сейчас мы съехали в прошлом году на девятое место. А в этом году мы вылетели с двадцатки. Мы больше не являемся привлекательным рынком. То есть привлекательным рынком являются Китай, Бразилия, Индия, Вьетнам, но никак не Россия с обывающим населением. Для вас Россия является приоритетным рынком? Для Финфлэйр? Ну, для меня лично это родина, поэтому, конечно, она является для меня приоритетным рынком. Ну, а для Финфлэйр в целом? Для Финфлэйр тоже в целом, ежели с президентом компании. То есть на европейский рынок, на Финляндию? На Финляндии просто это очень маленький рынок. Думаете, вот пять миллионов населения. Они гораздо меньше. Понятно. Давайте тогда поговорим о вашем франчайзинге. Это очень интересная тема. Мы про это уже написали, но последний год, наверное, ничего нового на этом подробно мы об этом не говорили. Что происходит? А что происходит? Мы почувствовали, что происходит абсолютно такая же ситуация, как в 2008 году. То есть франчайзинг сжался, создаётся, потому что достаточно франчайзи, это достаточно интеллигентные люди, которые понимают, что происходит что-то нехорошее и на всякий случай они начинают сжиматься. Поэтому мы пошли совершенно на беспрецедентные меры, мы вменяли клиентскую политику. Она настолько сейчас франчайзи ориентирована, то есть и отсрочки платежа, и скидки, и на открытии магазинов, и за выкупы, то есть всё там, скидки достигают более 15, то есть 15% плюс до 25%. То есть мы сделали всё, чтобы бизнес франчайзи развивался и приносил им прибыль. То есть мы в первую очередь сконцентрировались на прибыли франчайзи. Потому что сейчас такие времена, когда надо думать об этом в первую очередь. А как Вы в целом оцениваете количество ваших франчайзи, качество ваших франчайзи? Это как-то… Нет, ну все люди разные, да, то есть есть очень трудолюбивые, талантливые, умные, у которых магазин лучше собственной розницы. А есть ленивые, нетрудолюбивые, неталантливые, да, которых нам не нравится в магазине, мы постоянно боремся с ними, там, управляем супервайзеров, даем какие-то рекомендации, мы пытаемся их раскачать, расшевелить. Все люди разные. Вот среди наших читателей большое количество людей, которые хотели бы открыть свой собственный бизнес, Вот скажите, кто Ваш идеальный партнер франчайзи, кого Вы хотите видеть? Ну, ему идеальный партнер, он трудолюбив, да, то есть он любит свой бизнес, это для него, ну, его действительно детище, то есть не то, как иногда, знаете, мужик крупный бизнес, он дарит жене магазин, вот таких я, это несерьезно, потому что вот, как она не работала там последние 10 лет, так она не собирается этим заниматься, да, человек должен любить свое дело, ну, должно вот это нравиться, чтобы коллективом надо заниматься, надо какие-то тренинги проводить с персоналом, нужно заниматься марчендайзингом, да, нужно там ремонт сделать правильный, хороший, нужно приезжать сюда на предзаказы, если ты сам не можешь, не вопрос, мы сделаем для тебя предзаказы лучше, чем любой салфер-франчайзи, потому что мы с огромной аналитикой, мы работаем в программе САП, мы пришлем супервайзера, все, но человек должен хотеть этим заниматься и любить это, потому что если человек это не любит, то уже ничего хорошего не жди. А в плане затрат, к чему должен быть готов ваш потенциальный франчайзер? Ну, полтора миллиона рублей уже нормальная сумма для того, чтобы стартовать, она тяжелая, то есть там надо будет как-то крутиться, кредитные средства, то есть тогда надо будет пахать, вот если денег больше, то можно быть в более таком flexible режиме. Понятно. А какие регионы для вас являются приоритетными именно в плане развития по франчайзингу? Куда вы сами не пойдете? А мы, даже у нас есть очень много городов, где мы совместные с франчайзией, вообще никаких проблем, у нас даже наоборот в политике для них дополнительная скидка 5%, потому что у нас акции какие-то проходят распродажные, они, естественно, должны в них участвовать, потому что иначе они просто потеряют клиента. Вот. И поэтому у них дополнительная скидка. Нет у нас такого, что вот город закрыт. Если только Москва, потому что здесь у нас там 33 магазина, собственно. Ну а какие все-таки вы выделяете из российских регионов как приоритетные для саморазвития? Вы не можете же во всех? Я просто сейчас не помню, наизусть список этот есть в отделе развития. Ну понятно. Ладно, уточним, напишем новость. Вы знаете, сейчас очень интересная тема, которая всех беспокоит, это рост цен на сырье, на энергоносители и как результат рост собственной продукции. И Fashion Retail – это тоже одна из отраслей, на которых это напрямую отражается. Мы все это видим. Эта поража подорожала за последние 3 года. Можно сказать, даже в прошлом году подорожала в 2 раза. Нефть, сами видим, подорожала. А полиэстер, нейлон – это все вообще 100% из нефти. Соответственно, подорожала. Фурнитура – это тоже все из нефти. Да, и вот у нас очень часто ритейлеры жалуются и поставщики, которые привозят товары из стран Азии, отмечают рост заработной платы в этих странах. Да, это повод очень сильно растет и в Китае, и в Китае в общество. Но мы уходим просто постепенно с более дорогих рынков, движемся в сторону более дешевых, ищем более интересное предложение. Но у нас в последние 3 года, мы идем в статистику, у нас нет роста цен. То есть по группе у нас плоски как стоили, так и стоят. При том, что мы не уходим в синтетику. Как у нас были хлопковые натуральные ткани, так мы их используем. Просто ищем другие пути. Например, поделитесь с коллегами. Ну, мы выходим на новые рынки, ищем новых поставщиков. Из той же Азии. Ну, откуда еще вторую планету еще не придумали. Понятно, понятно. А как вы считаете, как этот тренд будет дальше развиваться? Ну, будет вести, конечно, будет дорожать, естественно. И еда будет дорожать, потому что планета не производится столько еды, сколько мы, да? Нам надо. Будет, значит, следовательно, рост заработных вклад, или? Не факт. Я имею в виду, как будет тратить большую долю денег на одежду и на питание. Понятно. Я это все к тому, что как будет реагировать покупатель? Будет просить себе больше зарплаты? Что больше зарплаты? Будет просить. Ну, у нас просят же больше зарплаты, но ты же не можешь платить зарплату больше, чем ты можешь. Не знаю, мне кажется, что просто буду жить более прижимистым, как живет Европа уже давно. Да, да. Ладно, у меня осталось еще буквально несколько вопросов, и один из них относительно персонала. Какова сейчас ситуация у вашей компании, в вашем сегменте ритейла? Ну, в офисе у нас вообще нет никаких проблем с персоналом. У нас очень низкая текучка, ниже вообще всех здоровых смыслов, потому что у нас очень хороший микроклимат, у нас очень приятная дружеская обстановка, никто там никого никогда не подставляет, и за счет этого люди работают годами, десятилетиями. А в рознице, да, ситуация, конечно, с текучкой очень тяжелая, она у всех одинаковая, постоянная хватка персонала. Во-первых, сейчас кто работает в продавцах, это 18-22 года. Это как раз вот яма рождаемости, это дети, детей, правнуки тех, кто погиб во время войны. Угу. То есть их нет? Их нет. Понятно. У нас многие наши ритейлеры, наши читатели жалуются на то, что приходится замещать вот отсутствующих потенциальных продавцов на мигрантов из Средней Азии, и это тоже в свою очередь вносит… Нет, но это невозможно сделать в нашей компании абсолютно однозначно. Понимаете, приходится купить достаточно дешевую вещь, то есть хороший там пиджак или пуховик или шапку, да, и вам как в каком-нибудь, не знаю, в запекалке подпекает плохо говорящий по-русски человек. Нет, у нас, конечно, все россияне. Понятно. Ну и последний наш вопрос, как вы, каковы ваши ожидания, ну, может быть, настроения вот на предстоящий период продаж на осень-зиму вот этого года? Ну, на осень-зиму у меня хорошие ожидания, у нас еще замечательная погода все сложилось в этом году. Будем надеяться, что и дальше будет у нас холодная погода и очень короткое бабье лето. А дальше посмотрим. Все-таки зависит все не только от нас. Угу. Ясно. Спасибо большое, Ксения. Очень интересно было, информативно. Дорогие наши читатели, я думаю, в следующий раз… Господи, хочу сказать так. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся в следующий раз. До свидания. Спасибо.